Немецкий автономный округ Да потому что из северных регионов И из регионов европейской части России Наверное про Немецкий автономный округ Никто ничего не слышал Старт мы решили сделать в северной столице Проехать от Балтийского моря до Баренцева И поэтому 31 января в 10 утра Мы стартовали со стрелки Васильевского острова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Существует большое количество стереотипов О том, что путешествовать по России опасно, дорого, да и просто неинтересно Мы стараемся благодаря нашему проекту эти стереотипы разрушать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поездки на север России пока не очень популярны И мы хотели показать, как можно совершить такое путешествие Используя сверхподготовленные внедорожники на 35-й резине И не вкладывая очень большие деньги на подготовку автомобилей Используя сверху Используя сверху Сережа! Да? Что это? Конкеты Ой, спасибо! Я часто сталкивался с ситуацией, когда люди в разговоре со мной путали Ненецкий с Ямало-Ненецким автономным округом, который более раскручен благодаря газовым и нефтяным месторождениям. Поэтому нам хотелось устранить эту несправедливость. Дорога захватывает тебя с первых минут, и вся обыденность и суета, она остается где-то далеко в городе, в другой жизни. Машина становится твоим новым домом с постоянно меняющейся картинкой за окном. Многие, собственно, и путешествуют именно из-за этого непередаваемого чувства дороги, чувства какой-то умиротворенности, что ли, отрешенности, когда ты можешь окунуться полностью в свои мысли и наблюдать за проносящимися мимо лесами и деревнями. И чем дальше и дольше ты едешь, тем сильнее становится это чувство. Мы проехали где-то 700 километров первый день, не столько же примерно во второй. Поспали в машине часа три, и в конце второго дня экипаж Миши Бондарь упал в кювет, не доезжая 100 километров до Соктавкар. Когда ехали по дороге, собственно, везде эти знаки понатыканы. Переход лосей, оленей через дорогу. Ты вроде как едешь, смотришь, ну и вот так. В голове твоей закрадываются мысли по поводу того, что, ну, может, ты хоть встретишь один раз его. Было темно, мы едем, значит, и тут ребята по рации или по телефону, я же не помню, передают, что у них случилось ЧП. Значит, выскочил лось на дорогу, и ребята, значит, чтобы в него не вмазаться, они улетели. Ну, они пытались увернуться от него, и так произошло, что они слетели с дороги и улетели вниз в кювет и закопались, значит, в снегу. Конечно, сразу бодоражит интерес. И думаю, сейчас пофотографирую и посмотрим. Наконец, какой-то экшен пошел в этой экспедиции, потому что несколько дней, конечно, без каких-то событий это довольно скучно. У тебя три тонны, любой импулятор тоже не подойдет, у нас в три тонны, к минимуму. Давай, давай! Не бойся, машине сдать тебя, ну иди, а еще. Еще, еще, чуть-чуть. Ну иди, а еще. Да там нет сдать, никого нет. Все, нормально. На старт к нам в Сыктывкаре пришел лично президент Федерации спортивного туризма. Республики Коми и пообещал в случае успешного осуществления экспедиции на обратном пути вручить нам памятные знаки «Полярный Волк». Знаки эти выдаются путешественникам, которые осуществили путешествие самостоятельное в условиях Крайнего Севера и в регионах Заполярья. К сожалению, у нас не было времени подробно осмотреть достопримечательности Сыктывкара, потому что основной целью нашей экспедиции являлся все-таки Нинецкий автономный округ. Мы пробыли в городе всего несколько часов и поехали дальше на север. Сыктывкаре 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 Узкая дорога просто петляла по лесу, совершенно стволы деревьев действительно были как бы две стены с двух сторон, и все это было в снегу, и ты, если бы выходил с дороги, то ты провалился по поясу, а то и по грудь в снег. А ты едешь ночью под свете фар, все это, и, конечно, потрясающие ощущения. Приехав в Усинск, мы узнали, что последний 250-километровый участок дороги до столицы Нинецкого автономного округа Наринмара закрыт из-за сильнейших метелей, поэтому у нас появилось дополнительное время для знакомства с городом. Усинск – молодой город, поэтому здесь нет каких-то особых исторических достопримечательностей, зато есть запоминающаяся скульптура комара, к примеру, которая находится недалеко от здания городской администрации. Местность вокруг болотистая, поэтому в теплый период этих насекомых в Усинске очень много. Почему стоит обязательно побывать в северных городах России и в Усинске в частности? В первую очередь из-за особой атмосферы. Такие города словно оазисы в бескрайней северной пустыне. Когда вы направляетесь в какой-нибудь город центральной России, то он возникает постепенно. У него есть пригороды с частным сектором, рядом какие-нибудь деревни, села. А на севере картина совсем иная. Ты едешь на машине или поезде и видишь тундру с ее болотами, плоским рельефом, а потом вдруг резко, будто кто-то включил кнопку с декорациями, возникают городские многоэтажки. Можно поразиться объемом снега в городе в зимний период. Выходишь ты, к примеру, из подъезда дома, а рядом гора. Снежная гора высотой с трехэтажный дом. Или другой сюжет. Во дворе стоят припаркованные автомобили, и где-то треть из них практически не видна под большим снежным слоем. Но это не значит, что местная администрация не дорабатывает. Наоборот, снег с проезжей части и тротуаров постоянно убирают. Сразу бросилось в глаза. Присутствует яркая раскраска домов в некоторых местах. То есть это действительно стоят панельные дома. Просто они, например, покрашены в какие-нибудь большие паттерны, орнаменты желтых и ярко-красных оттенков. В других местах я пока такого не видел. Классный ракурс там были, потому что около тебя стоит вот этот цветастый дом. И туда вдаль уходит несколько подъездов другого дома, который чуть подальше. Но он тоже так же раскрашен. И очень крутая оптическая иллюзия возникала из-за того, что они, если смотреть фасад здания, он совершенно одинаковый. Там нет никаких кондиционеров торчащих, кому они нужны на севере. Вот. И поэтому весь фасад он чист и прям фактически девственно, как его построили архитекторы. Так он и есть. Позвонил какой-то человек, представился разработчиком вездехода Николаем Евлампиевым. И предложил покататься на своем детищу. Это был вездеход на колесах низкого давления, даже сверхнизкого давления. То есть вездеход на колесах. Он может на этих колесах не только ездить по тундре, не причиняя ей никакого вреда, потому что давление на грунт совершенно мизерное у него. Но и он может плавать даже на этих колесах, неся на себе почти тонну груза. Колеса эти настолько оказывают низкое давление на грунт, что он может спокойно переехать к человеку. Мы это, естественно, проверили на себе. Легли в пятером. И он по нам просто и проехал. Туда, потом обратно, потом опять туда, еще раз обратно. В общем, четыре раза по мне лично проехал вездеход. И, как видите, я сижу перед вами. Целый невредим. Редактор субтитров А.Семкин После трехдневного пребывания в Усинске мы получили информацию о том, что зимник наконец-то открыли. И, собственно, мы выдвинулись в сторону границы Ненинского автономного округа к поселку Харьягинский. Туда идет бетонная заснеженная дорога, около 150 километров. И мы ее проехали где-то часа за три. По пути заехали на стелл полярного круга. И, конечно, совершенно потрясающий эффект северного солнечного голова увидели. Когда лучи солнца отражаются от мелких кристалликов льда, которые висят в воздухе. И образуют такое совершенно потрясающее освещение и ложные солнца. Поселок Харьягинский Ненинский стал первым населенным пунктом в Ненинском автономном округе, до которого мы доехали. Ненинский автономный округ – это регион активной нефтедобычи. И, собственно, первое, что бросается в глаза при подъезде к поселку Харьягинский – это огромные языки пламени с обеих сторон от дороги. Их тут очень много, и ты чувствуешь себя как будто в печи. Но на самом деле это всего лишь технологические факелы для сжигания попутного газа. И особенно эффектно они выглядят, конечно, в темное время суток. Зимник – это особая автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях при минусовой температуре. Когда выпадает снег, его сначала уплотняют тяжелой техникой, а затем поливают водой, которая, замерзая, образует хорошее покрытие, способное выдержать не только легковые автомобили, но даже и груженные КамАЗы. Мы встряли вначале перед шлагбауном, нас не хотели пропускать, пропускали только вездеходные автомобили. То есть это огромные Уралы, огромные КамАЗы на здоровой резине. Я даже размеры не скажу, просто гигантская была. Соответственно, мы и группа местных жителей объехали шлагбаум по Целине и решили на свой страх и риск поехать. В январе этот зимник проходится за 5-6 часов. Февраль, месяц метелей, конечно усложняет проезд до Наринмара, но нам все равно крайне не повезло с погодой. Мело около недели, практически без остановки, что является аномальным для этого региона в это время. Мы оповестили МЧС о том, что выдвигаемся на маршрут. Учитывая экстремальные условия, сложившиеся в тот момент на зимнике, я решил оставить Дастер на КПП, как единственный автомобиль из состава экспедиции, не относящийся к классу внедорожников. А по одному человеку... Единственное, вот эта дорога проехала, надо, чтобы кто-то проехал, посмотрел. Так она проезжаемая, я только что понимаю. А, ну все, давайте тогда и поехали. Зимник Сусинска до Наринмара, да. Вот это было настоящее приключение. Получилось 42 часа, был я за рулем, под конец уже тяжеловато было. Мы где-то почти сутки ехали 70 километров, это был самый тяжелый этап пути, это вот первая часть зимника. Дело в том, что ее не расчищали вообще, была метель, таскали друг друга постоянно. Первый день мы стартовали от шагуана с группой примерно из 8-10 машин. То есть наши три автомобиля, Соболь, мой L200, Trailblazer и местные жители. Мы вытаскивали, в принципе, вот группой ехали первый весь день. То есть вытаскивали друг друга, меня вытаскивали не один раз, я вытаскивал тоже не один раз далеко. Проблема была опять же таки, что были вот эти переметы на зимнике, и так как никто не чистил, там практически не было нормальной дороги. То есть везде колея, нужно было преодолевать со всеми блокировками, с понижайкой, умеренно газ в пол и ни в коем случае не останавливаться. Остановился посреди колеи, все, нужно копать, либо тебя кто-то вытаскивает. Таким образом, 70 километров преодолевались почти сутки. Много снега, связи нету, КамАЗы даже застревали. Дорога, по которой ты ехаешь, считается чищевой. Поднись. Дорога как себе, вот с побоинами и глиновой. А потом начинается залита отличная дорога. И практически до Нарьенмана она доходит в хорошем состоянии. Одену маску, холодно. Было странное ощущение, что ты едешь ночью по этому зимнику, и тебе в автомобиле, когда ты сидишь, кажется, что ты едешь по лесной какой-то дороге, ну, как обычно бывает там, на равнинах в Центральной России, вот, где-нибудь в Подмосковье. Дорога петляет между лесов и полей, и ты когда едешь, стоит посмотреть в окно, там всегда должны быть елки. И ты едешь, и поскольку за окном темно, тебе все равно кажется, что ты едешь по лесу, а потом, когда ты выходишь откапывать какие-нибудь автомобили, сразу оказывается, что ты на самом деле не в лесу, а в ледяной пустыне, и вокруг вообще ничего нет, и ты практически на Марсе. Для меня это было впервые, когда машина в течение часа проходит 3 километра. То есть мы специально уже от скуки следили за навигатором, а когда через каждый час, где мы находимся, Данаримара стало 180 километров, Данаримара стало там 175 километров, и думаю, что не может быть, нельзя такой низкой скоростью двигаться вперед. И вот эти первые трудности, которые у нас возникли, вытаскивание машин, конечно, такие, ну, заставило задуматься. Временами, конечно, появлялась мысль, что мы там останемся. Ну и потом, чтобы как-то вот эту рутину гасить чем-то, мы с моим товарищем Новым Василием стали даже забавляться, придумали такой микродуэт стропольщиков и капачей, установили небольшой рекорд по вытаскиванию машин за 2,5 минуты. Ранним утром, пытаясь сдернуть тросом один из автомобилей, состоящих в нашей экспедиции, мы сбили набившимся под защиту снегом, превратившимся затем в лед, шлейф с датчика положения коленвала. Оставаться в машине было бессмысленно, она не заводилась. Кроме того, впереди требовали как можно скорее продолжить движение, в силу того, что переметы заметали полосы, и боязно было просто потерять направление движения. Все самое необходимое мы перегрузили в Соболь, перегрузили в Л-200. Эти люди, то есть члены нашего экипажа, тоже разбрелись по автомобилям. В итоге, к концу второго дня мы прошли зимник, наконец-то, и при сильнейшей метели въехали в Наринмар. Наринмар Наринмар мой, Наринмар, городок, невелик и немал. Пел советский певец Калабельды о столице Ненецкого автономного округа. Наринмар действительно невелик, в нем проживает около 24 тысяч человек. В переводе с ненецкого Наринмар означает «красный город». Пожалуй, главной достопримечательностью этого города является долгая зима, длящаяся более 200 дней в году. Если говорить про архитектуру Наринмара в настоящее время, то ее можно разделить на две большие группы. Это старые дома традиционного для северо-барачного типа, которых с каждым годом становится все меньше и меньше из-за сносов, и здания, построенные уже в 21 веке. Последние выглядят совсем по-разному, но очень гармонично вписываются в окружающую обстановку. Есть в Наринмаре и свой Арбат – пешеходная улочка в центре, окруженная старыми деревянными домами. Здесь очень много гуляющих мам с колясками, причем с колясками не простыми, на колесиках, а на лыжах. Иметь такую коляску удобно, потому что зимой асфальта в Наринмаре вы не увидите. Кругом только чистейший снег. Тема детей в целом очень ярко представлена в городе. Отдельно стоит сказать и о здании местной почты, которая является памятником архитектуры регионального значения. Присутствуют в городе и несколько очень интересных церковных построек. Например, огромный деревянный Богоявленский собор, возведенный в период с 1996 по 2004 года. Еще из достопримечательностей нельзя не отметить единственный в мире памятник оленьему транспорту. Дело в том, что в самом начале Великой Отечественной войны были сформированы несколько эшелонов, в которые входили больше 6000 ездовых оленей. Животные были обучены, не боялись выстрелов и занимались эвакуацией раненых и доставкой грузов и снарядов. Дорог в Наринмаре и окрестностях относительно мало, зато машины есть у большинства местных жителей. Причем они используют автотранспорт даже на самые малые расстояния. Причина тому – холод. Развлечений непосредственно в городе, а не на природе, не так много. Зато все, что имеется, находится в хорошем состоянии. Культурно-деловой центр Арктика, куда приезжают звезды отечественной эстрады. Прекрасная библиотека и несколько музеев, в которых можно встретить образцы культуры ненцев и коми. Отдельно есть в городе и центр народного и декоративно-прикладного творчества. Кстати, он находится в одном очень интересном здании. Этот дом является собой копией первого дома Наринмара. Точно такой дом сто лет назад стоял в Белощелии, на берегу реки. Белощелие – это то место, с которым начинался наш город, город Наринмар. Здесь у нас проходят мероприятия для различных групп населения нашего города. Все они работают в учреждениях или на предприятиях нашего города. А здесь они проводят вот таким образом свой досуг. Здесь возрождаются современные посиделки. Потому что на таких мероприятиях, как правило, все те же разговоры у женщин за рукоделием. О себе любимой, сколько хочешь, о хлебе насущном и о плохом хорошем царе. Вот эти три замечательных темы, которые всегда волновали женщин. Наринмар – это не самый старый город в округе. И не с него начиналась местная история. А с Пустозерска, который расположился в 20 километрах от регионального центра. Раньше Пустозерск был крупным торговым городом. Но постепенно стал терять свое значение. И в конце концов полностью исчез. Этот город был основан аж в 1499 году. Туда, конечно, очень любили всех ссылать. Поскольку город находился очень не близко от Москвы и Петербурга. И туда отправили старобрядцев. Такого человека, например, известного как Протопопа Аввакум. Который, собственно, находился там в заключении. И написал «Житие Протопопа Аввакума». Им самим написано. Когда мы туда добрались, погода улучшилась. Вышло солнце. Но стал более сильным ветер. И опустилась температура. И стало еще холоднее. Но в то же время появился такой очень интересный эффект. Когда ветер с силой начинает перегонять большие массы снега вдоль земли. И получается, что снег, он как бы течет сквозь вот эти холмики, всякие кустики, остатки травы. Вот то, что торчит из-под снега. И вот везде такие маленькие ручейки снежного потока огибают, значит, эти кресты. И ты ходишь, прижимая голову к земле, чтобы увидеть вот этот ракурс. Чтобы вот эти солнечные лучи вместе со снегом все это летело на тебя. И это такой очень интересный кадр, получается. Такого северного очень аскетичного пейзажа вместе с остатками такого очень старинного города. С большой историей. И вот эта тяжесть памяти, тяжесть всей истории в этом месте, соединяясь вместе вот с этой суровой погодой, с низкой температурой. Они создают такую неповторимую атмосферу, которую трудно где-либо еще уловить. Здесь вот это сложилось все вместе. И это друг друга усиливает ощущение забытости, покинутости и вот этого северного холода, совы, природы. Было очень здорово и интересно. Поездки в Пустозерск организуют центр арктического туризма, в котором, собственно, мы разместились. Центр очень современный. Находится примерно в 5-7 километрах от Наринмара. Моя его задача – это развитие туризма, туризма арктического. Его популяризация, распространение для того, чтобы больше людей приезжало на север, за полярный круг, чтобы больше увидели красоту арктической природы, Арктики, познакомились с арктическими людьми и почувствовали, как здесь хорошо. На территории центра есть чум, где вы, особо никуда не выезжая, можете познакомиться с жизнью ненцев. Можно послушать национальные песни или даже узнать, как устроено традиционное жилище. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Которые завязаны друг с другом, да, установлены? В кольцо. В кольцо они, в кольцо. И в это кольцо вдевает остальные шесты. Если была очень большая, допустим, семья, то шесток было примерно даже ведь 40-50, потому что очень большая семья должна быть. Потому что на одной половине одна семья живет, на другой половине другая семья живет. Детишек всегда было очень много, по 6, по 10 детей было. От начала, вот, допустим, сосчитать четвертый шест всегда предназначался для люльки. Латы всегда были очень широкие. Пол, это латы. Значит, латы были вот сантиметров, вот столько, наверное, сантиметров 20. Их, наверное, ну, шириной, наверное, где-то 2-1,5 сантиметра латы были. Как говорится, чум можно собрать. Ну, если вот такое время взять, то можно его собрать за час. Но зимой, скажем, уже съем дали, пришли, люди все замерзли. И, конечно, каждый старается что-то, какую-то работу взять на себя. И мы специально как-то время засекали, вот когда, то чум собрали буквально, в смысле слова, в морозную погоду за полчаса. Это с момента, как развязали вазы и до момента, когда сели уже за столы пить чай. Конечно, было очень интересно послушать про устройство чума. Но хотелось посмотреть на это национальное жилище за пределами города, в тундре. Поэтому мы сели на снегоходы и отправились за 15-20 километров от Наринмара к оленеводам. Ну, вот этот, который чум, вот сейчас, вот, да, вот стол у нас все, вот это жилой чум, конкретный чум, да. Здесь мы спим и все, вот, кушаем, вот, как бы, да. Есть второй чум. Второй чум я сделал, как бы, от себя уже. Это у меня получается как гараж. Я туда загоняю снегоход, там храню бензин. Есть еще маленький чумик, хозяйственный, так мы его называем, хозяйственный чумик. Прожить, я думаю, можно и без света, без снегохода. Ну, настолько, сколько, если есть возможность иметь снегоход, это, да, облегчает, очень сильно облегчает жизнь аленевода. Тарелка спутниковая стоит. Ну, в основном, новости, новости, что творится вообще в мире-то. Новости, ну, и фильм, фильм какой, или посмотрим. Мы станцию заводим буквально на часов пять, все. Без связи в тундре, нет, это ням-ням-ням, не обойтись. Сейчас везде есть рации, телефоны, спутниковый телефон даже есть. Вот у нас-то нету, а у бригад есть. Олени – это все для ниндзя. Олени – это и одежда, и продукты питания, ну, все практически. Это вся жизнь у нас, и олени есть. Приучаем пока к чуму, да? Потом они вырастают, происходит приплод. Приплод, что это опять же новые олени. Их ростим опять. Думаю, у тех оленей опять же приплод. Вот так получается небольшое из стада получается. Стадо, например, тысячное поголовье, да? Они, каждый выделяется по-своему. Основная масса, то еще, она теряется в середине. А выделяются те, кто уходит куда-то вперед, кто-то идет в сторонку. Вот таких вот запоминаешь. А так на Большоземельской тундре в основном все одинаковые. Что у Коми, что у нас. Ну, одинаковые. Разве что на ушах клемя разные. Вот так мы определяем. Это наш олень, это у Коми оленя, это у другой бригады олень. Вот так вот. Планируем, что если оленям уже здесь нехватка уже, ягеля нам надо передвигаться. Уже как бы олень еще уже, они на одном месте-то не стоят. Они идут, идут, идут. Значит, надо все сниматься. То есть, что? Разбираем чум, укладываем на ваза специальные санки, завязываем это все. И на километров 10-15 уходим. То есть, вот потом мы можем стоять опять недели две-три. Ну, опять же, в зависимости от сезона, это лето или осень и зима. Зимой мы переезжаем редко, раз в месяц хотя бы, и переехали, и то ладно. А летом почаще уже, в неделю два-три раза, чтобы дойти до моря, а потом обратно прийти. Поездка к оленеводам стала для нас необычным таким опытом и, наверное, одним из самых запоминающихся моментов за все время поездки в Ненецкий автономный округ. Мы посмотрели на культурно-этнографический кластер, но нам захотелось посмотреть еще и на охотничьей рыболовной. Для этого мы отправились на одну из туристических баз в устье реки Печоры. Метель стояла сильнейше, и было совсем непонятно, как Федор при таких погодных условиях может ориентироваться и управлять снегоходом. Позже он рассказал, что очень хорошо отличает различные оттенки снега. О, с рождения я родился. Я родился в поселке Хайривер. В холодной больнице, кстати, еще родился. В больнице еще не работала. Для меня принимала роды у моей мамы, ее мама. Ну, бабушек, короче, принимала роды. О, зверей тут много. Всяких разных. И зайцы, песцы, горностай, куницы сейчас вот тоже появилась. Даже выдры стали появляться временами, там, весной, во время гона-то ихнего. В общем, можно сказать, что вся территория низкоавтомного округа не по своему правовому статусу, а по, так скажем, по условиям национального парка. Ну, это песец, росомаха, есть волки, леса. Ну, самые такие. Ну, зайцы это все, это куропатки, все, все как бы есть. Гухари даже есть здесь в лесах у нас. Медведи. Вот сейчас местные медведи очень сильно распространились, потому что не истребляют. Очень много их. Это вообще много, я бы даже сказал. Жизнь ненцев наполнена обрядами, какими-то обычаями интересными. И, знаете, общаясь с местным населением, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Нельзя вот воду вот тыкать ножом, потому что ты разгневаешь хозяина воды, едь еру, ты нечаянно можешь ему проколоть глаз. И вот насчет вот озер, я когда была маленькая, у меня было всегда задание. Когда забьют оленя, у меня было задание вот нести вот эти глаза, оленей глаза, и кидать в озеро. Собаке не давали. Собаке не давали, что это не мы тебя убили, это вот такой несчастный случай. Только тот самый, который не знает времени. Как и я не знаю. Я живу и вчерашним, и сегодня. Ну, не зубой, а завтра. Каждый человек вам найти ту секунду, которую он не прожил. Я живу и вчерашним, и сегодня. Не то тепло, которое ты даешь сразу, а то тепло, которое ты видишь внутри себя с одним теплом. Если ты падешь, то ты никогда не потеряешь. Ты будешь находить другие дороги, и дороги тебя сами будут заслать. Как говорят, что человек, который хотя бы один раз прыгал на севере, становится как компас. Он всегда на него смотрит. На Борову мужики приезжают, там деньги заработают, там на севере. И все, и затягивает эта красота, это все, атмосфера, там люди, там все и остаются. Ну, родились мы, опять же, на этой же земле. И она нам дорога, так как мы здесь живем, и здесь родились, и здесь работаем. Земля – это тундра, это наш дом. Мы провели в Ненецком автономном округе всего несколько дней. И поняли, что этого времени ничтожно мало, чтобы понять эту землю. Но вполне достаточно, чтобы полюбить ее и однажды вернуться сюда вновь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok